Супы из перловой крупы отличаются сытостью. Есть много рецептов их приготовления. Но одно из самых удачных сочетаний, это с солеными огурцами на говяжьем бульоне. Чтобы суп быстрее сварился, обязательно заранее замочите крупу. Перед подачей супу лучше дать настояться. Так он лучше раскроет свой вкус. К блюду хорошо подходит ржаной хлеб и в качестве дополнения сметана. Говядина 400 грамм, суповая на косточке. Перловая крупа, 1 дробь 2 столовые екана, стакан объемом 200 миллилитров. Картофель, 1 штука, крупный. Морковь, 1 штука, средняя. Лук репчатый, 1 штука, средний. Томатная паста, 1,5 столовой ложки. Соленые огурцы, 2 штуки. Сливочное масло, 40 грамм. Сельдерей, по вкусу сушеный. Соль, по вкусу. Чеснок, 2 зубчика. Количество порций, 4-5. Подготовьте необходимые ингредиенты. Перловую крупу промойте, замочите на 6-8 часов. Говядину отварите в большом количестве воды. Бульон процедите. Мясо снимите с кости, нарежьте и положите в бульон. Поставьте на огонь и варите до готовности крупы. Пока варится перловка, сделайте зажарку. Лук нарежьте мелким кубиком. Обжарьте до прозрачности на сливочном масле. Огурцы нарежьте соломкой. Добавьте к луку и обжарьте в течение 10 минут, помешивая. Добавьте томатную пасту. Перемешайте. Прогрейте в течение 3-4 минут и выключите огонь. Когда крупа будет готова, достаньте из бульона морковь и нарежьте кубиком. Картофель нарежьте средним кубиком и опустите в бульон. Проварите до готовности. Когда картофель будет готов, добавьте нарезанную отварную морковь, обжаренный лук с огурцами, сушеный сельдерей, лавровый лист, нарезанный чеснок, посолите по вкусу. Проварите еще 5-7 минут. Готовый суп накройте крышкой и дайте настояться минимум 30 минут. После можно подавать. Приятного аппетита. Приятного аппетита.